В имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Проповедь из книги Лапкина Игнатия Тихоновича, открытого окна, том 9, по образу нашему, Батия 1, 26. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Сколько народов на земле, сколько разных религий, и все-таки люди признают, что они очень сложный организм, так себя представляют. Многие считают, что жизнь заканчивается только вот с этой жизнью. Жил, похоронили, лопух вырос на могиле, и этим закончилось. Но все в человеке протестует. Не может быть. Где-то что-то должно продолжаться. Как Пушкин говорил, я согласен в сплошной темноте, на выступе скалы, над бездонной пропастью одной ногой стоять, но ощущать, что я не уничтожился там в вечности. Представьте, что были страдания, были переживания, и ничего нет. Поэтому атеизм это ноль, говорит Достоевский. Поэтому русский человек не просто верует в атеизм, а будет поклоняться ему, не замечая, что уверовал в ноль. Спрашивают, что такое подобие, что такое образ. Есть такое толкование, его придерживается и епископа Иссарион, что образ Божий сохраняется в человеке всегда, грешной или святой, а подобие теряется. И вся человеческая история заканчивается в том, чтобы вернуть подобие Божие. Подобие, то есть дочь, похоже на мать. Вот это подобие потеряно было. Человек ушел далеко и очень далеко. Бог сотворил человека. Он сразу поставил препятствие отхода от себя. Одно условие – послушание. И больше ничего не нужно. Я тебе обеспечил, питье готово, все у тебя есть. Одеваться не надо, температура как раз такая, как вот летом на пляже. Они ходили же голые, совершенно ничего на них не было. Еды тебе много и разнообразной. Мы не можем даже представить, это же рай был. Сотворил Бог рай и не видел того глаз. Тот видели на земле, а что в вечности вообще не видели. И Адам это соблюдал. Но Бог положил сразу слово «нельзя». Учите детей слово «нельзя». Я вижу, у некоторых дети вообще слово «нельзя» не знают. Как на людях себя вести, как в церкви, этого не знают. У нас даже отношение к проповеди особенное. Пренебрежительное у детей. Когда молятся, то стоят. А как проповедь заговорил, так сразу на скамейку падают. Это отношение такое, что можно вольготно задремать в это время. Все же не стоять, спать, как во время службы. А тут можно о стенку опереться и поспать. Проповедь, может быть, является главным, чтобы позволить тебе правильно вести богослужение. Не просто стоять. Пришел, отстоял и ушел. Бог первую проповедь человеку говорит. Вот дерево, одно в середине рая. Это дерево жизни. И на время, и время от времени от него будешь вкушать. И жизнь будет продляться, обновляться бесконечно. А вот это дерево добра и зла. Все, урок закончился. Но смотри, вот это жизнь, а вот это смерть. Бытие 2.17 От дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Смертью не вкушай. Когда Бог заметил, что Адам не совсем доволен чем-то, что нет ему подобного, то он дал ему помощницу. Когда Адам Еве рассказывает, то он говорит, не вкушай и не прикасайся к дереву. А слово «не прикасайся» Бог не говорил Адаму. Откуда Ева его взяла? Епископ Виссарион считает так, что когда Адам рассказывал об этом дереве, то Ева решила потрогать. Может быть, она теплая, горячая, током ударит ее. А Адам говорит, не прикасайся. Высокое напряжение. Не влезай, убьет. Он рисовал череп и кости. Это не собачьи кости. Череп, понятно, человеческий. А кости? Они похожи. Нет. Это твои кости. Полезешь, смертью умрешь. На вокзал приезжаешь, и там нарисованы древнегреческие бегуны. Бегут, и каждый на руке держит свою голову. Бегут без головы. И написано, сэкономил секунду, потерял жизнь. То есть что? Смерть. Это в разных народах. Везде все это пошло. Мы говорим, не играйте на улице, дети, на дороге. Но родители не смотрят. Это смерть. Играешь со смертью. Ты верующий. Ты что делаешь? Да ты один раз ему как следует заложи, он больше там не будет. Почему он меня только увидит, сразу испугался и убегает? Я его один раз тронул, все. У дьякона очень понятливый ребенок растет. Ты непонятливый? Ты смертоносную заразу в себе, отец, носишь. И мать такая же. Гляжу внимательно. В деревне вижу едва ли две женщины замужние, которые влияют на мужей положительно. Да и то так, в полсилы еще. Ей же дана огромная власть, очень большая. Она может мужу поддерживать. Она бы сказала, Адам, Бог сказал не вкушать, а давай-ка мы сделаем дальше канавку, чтобы не перелазить совсем, чтобы ночью не стучали и не подойти как бы. Нет, тянется по-другому. Я смотрю на деревенских, как они живут. И то ли они искали друг друга муж и жена, почему они такие похожие. Если муж никудышний, то и жена точно такая же. И он его, и она его защищает. Вплоть до воровства его будет защищать. Везде все защищает. Что вы делаете? Вы на какую сторону тянете? Вас к чему Бог призвал? Мать одевает шапку мужскую. И так ходит. Смотришь в брюках, и девочки такие. В корче научатся. В брюках уже все. То есть вы уже заложили фундамент мерзостям. А вы понимаете ли, что это модельеры, почти все гомосексуалисты. То есть садомиты, извращенцы. Женится мужчина на мужчине, женщина на женщине. Вот откуда все это идет. Почему Бог так все поставил? Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий сие. И далее указывает Бог сразу смерть. Чуть только в сторону познакомишься со смертью. Бог окружает человека такими заповедями, что они кажутся пустяшными. Даже ненужными. Читайте книгу Левит. Как оторвать копыта? Мы разве не знаем, как скотину колоть? И они тщательно за этим смотрели. Потому что на это указание было. Салы, печень. Все распределено было. Это когда жертву приносили. А если дома колют, кровь обязательно на землю, не в чашку. На землю выпустить. Второзаконие 12.16. Только крови не ешьте. На землю выливайте ее, как воду. А тебе не надо рассуждать. Но нужно тщательно исполнить. Иначе всюду смерть. Слово смерть переполняет страницы Библии. Почему? Бог желает вернуть человека в первозданное состояние. Есть такое выражение. Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Сын Божий вычеловечился, сотворив человека. Бог его не оставит даже после греха падения. Человек разворотился, написано. И Бог сказал. И развратилась земля. Как земля? Глина, песок? Иоанн Златоуст говорит так. Весь человек Богом называется землей. Вонючие. Вот так навоз выбрасывают. Мы куча навоза. Ты хочешь узнать, кто ты? Вот пойди к куче, что выбрасываешь. Вот это мой прах. Это мать моя, это сестра моя. Писание так говорит. И растлилась земля. Что ты о себе так высоко думаешь-то? А мне не укажи. Я сам хозяин, я все знаю. Ничего ты не знаешь. Ты прах. И Бог так устроил, что люди вникают в Писание. Трудно, конечно, трудно все заповеди исполнять. Но по-другому нельзя. А в других народах проще. Пришел, на скамейках сидят. Как у баптистов. Мне тоже нравится это. Но у нас другое есть. У нас есть уставы. Детей подводите к ним и учите. За семь минут до начала богослужения, чтобы все встали. Кто опаздывает, тот пусть стоит в притворе. А то еще пробежит сюда с опозданием. Лезет к иконам, к аналою. Раскланяется. Это за десять минут заканчивайте. Три минуты на то, чтобы подготовиться для молитвы. На стенах висят наши уставы. И там все оговорено. У нас совсем немного заповедей. У Израиля было несколько сот. И что важно было. А что не рассуждай. У Израиля до сих пор эти заповеди соблюдаются. В бывшей Бирме полицейские ходят. И не только у них дубинка пистолет. У них линейка на палке. И он подошел к платью. Подставил 22 сантиметра. Полицейский участок. Сорок ударов тебе. По мягкому месту. Иди домой. Переоденься. А у нас как перестройка началась. Сразу палки дали милиционерам. В России никогда их не было. Били. Палаши их носили. Как шашку. Ну а что вы с палкой никогда? Возмущались сначала. А потом привыкли. Почему увели их? Почему увели их? По-другому нельзя. Не понимают люди. Нет послушания. Эти палки крепко бьют. Человек не подчиняется. Ударили. Кожаная куртка сразу поползла сзади. Это какой же удар? Там резина. Там страшный удар. Да еще и тренируют, как правильно бить. Нужно это? Государство признало, что без этого уже не прожить. Если ты любишь жену, и она с тобой рядом лежит ночью на груди у тебя, шепчет тебе, Второзаконие 13.8-9, Не соглашайся с ним и не слушай его, И да не пощадит его глаз твой, Не жалей его и не прикрывай его, Но убей его, твоя рука прежде. Всех должна быть на нем, чтобы убить его, А потом руки всего народа. Ты прислушайся, что она тебе шепчет. Ночная пушка перекупует дневную. Но куда она тебя зовет? Может, она тебе говорит муж? А ведь в самом деле живем мы через дорогу, рядом. Почему же мы все время опаздываем? В уставе нашем написано, Если за 7 минут опоздал, Два таких нарушения считаются за полное опоздание. Ты опоздал на службу. Писать объяснительную нужно. Но ни одной объяснительной нигде нет. Вы думаете, как умно? Провернул, нигде подписи не оставил. Это отразится на тебе и на детях. Ты нарушаешь устав. Если бы ты сказал, Что же мы делаем? Почему за 15 минут раньше не прийти? Почему тот, кто живет на другом конце деревни, Никогда не опаздывает? Всегда брат Николай с женой Лидией Раньше всех придет и как столб стоит. Вы видите, что я не говорю о духовной жизни. Но вот, чтобы не опаздывать, Это он соблюдает. Давайте пример с него возьмем. Это ни день, ни два, Но так все время. У него нет ни одного опоздания. Ни на занятия. Нигде этот человек не опаздывает. Пример? Да, пример. А ты все время опаздываешь. На занятия не пойду. Веду себя, как хочу. Лежащая на лоне твоем. На груди и говорит. А вот другие там валу поклоняются. Как у них хорошо. Как красочно они празднуют. Ты утром обязан стать, Как преступники говорят, Заложить ее. Да я люблю ее. Тогда вместе с ней пойдешь. Ты обязан пойти и сказать. И когда будут ее побивать камнями, Ты должен положить руку на голову ее и сказать. Я клянусь. Она меня звала к чужому богу, В чужую веру. Вот такой закон был. То есть самый близкий человек дороже отца и матери, Жена. Но ты должен предать ее. Ты должен предать ее. Так повелел бог. Для чего? Бог очень сильно ревнует, Чтобы вернуть человека в первозданное состояние. Ревность бывает положительная и отрицательная. Так написано у бога. Иакова 4.5. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, До ревности любит дух, живущий в нас. Он тщательно наблюдает, как мы встаем, как приходим. Он все время наблюдает за нами. Он ревнитель и говорит. Второзаконие 4.24. Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий. Бог ревнитель. Бывает же, она взбесится и начинает ревновать. И ничего ты не можешь сделать. Или муж ревнует по ревности. Зарезал ее. Хотя она виновна не была в этом. 2 Коринфянам 11.2. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, Потому что я обручил вас единому мужу, Чтобы представить Христу чистую деву. Церковь называется невестой. И поэтому отступление от заповеди Божьей Есть отступление от Бога. Если мы их нарушаем, Чтобы вернуться в первозданное состояние, Бог, человек любя, Обкладывает самым добрым. Лука 13.8. Но он сказал ему в ответ, Господин, оставь ее. И на этот год, Пока я копаю ее, И обложу навозом. Осия 11.4. Узами человеческими влек я их, Узами любви, И был для них, Как бы поднимающий ермо С челюстей их, И ласково прикрывал Пищу им. Мясо самое лучшее. Люди совратились, И Бог потопил их. Но оставил 8 человек. Всех истребил. И все. А зачем они нужны? Как нарушители его закона. И что с ними? Говорят, что бензин, Это разложившиеся тела животных, Людей после потопа. Мы, может быть, Работаем на чьих-то телах. Тоже лепили гнезда, Тоже ворковали. Все это закончилось. Проходит 1656 лет, От сотворения Адама, До потопа и человек, Так и развратился. Вышли все из ковчега, И тут же сын смеется над отцом, И внук посмеялся над дедом, И проклял мной их. Это черный континент, Хамово племя. Но их Бог не оставил. Их привлекает опять же к Иерусалиму. Деяние 8.27 Муж, Ефиоплянин, Евнух, Вельможа, Кандаки, Царица Ефиопской, Хранитель всех сокровищ ее, Приезжавший в Иерусалим для поклонения. Бог любит и его. Господь постоянно привлекает. Накажет и опять. Ты не обижайся, Иди ко мне. Так родители обращаются с детьми. 721 год пошел от потопа, И люди снова против Бога восстали. Строят Вавилонскую башню. Бог их рассеял. 2896 наций на речи языков на земле насчитывается. Бог. Деяние 14.16 Который в прошедших родах Попустил всем народам Ходить своими путями. У каждого народа свой Бог. Но Исайя 45.21 Объявите и скажите, Посоветуйтесь между собою. Кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал это. Не я ли Господь? И нет иного Бога кроме меня. Бога праведного и спасающего нет кроме меня. Сколько разных народностей. И все по-разному веруют. И Бог из себя избирает Авраама. И Аврааму открывается как Бог святости. Левитам 11.45 Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. И так будьте святы, потому что я свят. Я сотворил вас по образу и подобию своему. Бог вечен и человек вечен. Он начало имеет, а конца не имеет. Одни говорят, что человек зарождается с зачатия. Другие говорят с рождения. Во всяком случае, все соглашаются, что жизнь человека не оканчивается со смертью. Буддисты в это верят. Они говорят о перевоплощении одного в другой. Человек бессмертный. Ты можешь атомную бомбу внутри себя взорвать, но ты никуда не денешься. Душа бессмертная. И вот эту бессмертную душу Бог желает вернуть, принять в рай опять. Что люди делают? Бросают Богу вызов этой башне. И далее вся история библейская говорит о том, как Бог зовет. И сатана зовет. Сатана не просто зовет, он что-то дает, и все разрушительное. Как квартирант живет в квартире. Ему не надо заботиться о крыше. А зачем? Я уйду на другую квартиру. Капает. Я кровать передвину в другое место. Хозяин. Он за всем смотрит. Он хозяин. Бог хозяин нашего тела. Он бережет нас. Сатане не важно. Он тебя наркотиками, табачком побалует. Почует. Немного выпей для аппетита. Маленько. Урни один разок. Один раз укались. Почему? А он квартирант. Одного человека убил, в другого залез. Поэтому надо глаза открыть и увидеть, что две стороны правая Божия, левая Сатана. Есть свет, есть тьма. Есть жизнь, и есть смерть. Ты не сам по себе. Второзаконие 30.19. Вот свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. И прежде чем прийти сюда в храм, ты целую неделю молись. Господи, положи нашим братьям на сердце, на душу, чтобы они позаботились о нас, чтобы в воскресенье занятия непрерывно продолжались с любовью. Они их вели, чтобы мы ревностны были. 1 Коринфянам 9.24. Не знаете ли, что бегущие на рестательщи бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Один победитель награждается, всем награду не дают. И не просто пришел, отсидел, ушел, был в храме, отстоял службу. Это тебе ничего не даст, кроме того, что ты лжец. Я спрошу жен, какие вы были, вспомните, когда вы познакомились. Почему вы мужей не потянули выше? Состояние людей в потеряевке оставляет желать лучшего. Почему вы их не подтягиваете выше? Судите старших, других при детях, дети отвращаются. Ладно, хотя учительница учит здороваться, а то и этого не было. Ведь ничего не надо, не остается от этого. И вы от детей пожнете только одно горе. Уже пожинают, уже сообщают, что в Корченом, где учатся, то куда дети там идут? На любые дни рождения, куда угодно идут. Почему? А веры никакой нет. Родители не заложили. Накормили, напоили, но и скотина кормит, поет. Любая свинья кормит своих детей. Ты-то человек, ты должен сыну непрерывно говорить. сын мой, торопись, торопись. Мы многое потеряли. А вы столько получаете. У нас есть и книги, и на молитве обязательно, чтобы дети утром и вечером с вами на молитве были. Вы рано встаете. И дети пусть рано поднимаются. Они пусть потом отдельно отдохнут, лягут еще. Должна быть общественная домашняя церковь, молитва. Если этого нет, то когда мы будем возвращаться на это подобие утеряное, времени другого лучшего не будет, как сейчас. Я называю это золотым временем для нашей общины. Если батюшки здесь не будет, то без священника и нас не будет. Уже сейчас надо об этом заботиться. Аминь.